Здравствуйте, с вами канал Виктор Сергеенко, Варнаул. Сейчас хочу затронуть одну, на мой взгляд, довольно интересную тему, которая касается способностей людей. Каждый из нас обладает какими-то индивидуальными способностями, это нормально, но иногда некоторые люди обладают такими какими-то непонятными, можно сказать, сверхъестественными способностями, что просто не выдаешься. Это бывают совершенно разные способности, но вот сейчас хочу рассказать один случай. Касающийся моего очень близкого родственника, которого я знаю много десятков лет, и вот эта способность ему свойственна. Даже не знаю, как к этому относиться, но все, кто этого человека знают, знают об этом его качестве и каким-то образом подстраховываются. В чем же тут дело? Это, возможно, пустяковая вещь. Ну вот, много-много-много лет назад было замечено, что когда этот человек включает лампочку, то есть включает электрический свет, люстру, настольную лампу и так далее, очень часто лопаются лампы. Ну, казалось бы, полная ерунда, но тем не менее, когда такое происходит очень часто, ну, практически, я не знаю, на порядок, а то и на два порядка чаще, чем у остальных людей. Конечно, и у меня такое было, ну, может быть, иногда раз в год что-нибудь включаешь, и подошел срок, лампочка перегорает. Ну, когда это происходит, ну, едва ли не каждый день, то тут поневоле приходится задуматься. И вот это было замечено очень много лет назад. Ну, естественно, объяснений никакого этому нету. Ну, заметили и заметили, подумали, посудачили, да и забыли. Просто этот человек старается лишний раз не подходить к выключателю, чтобы лампочки не перегорали. И вот обычно электричество в его квартире включает кто-нибудь другой. Вот такая забавная ситуация. Ну, забавная-то она забавная, но объяснению никакому не поддается. Причем, повторюсь, это уже известно, ну, я не знаю, лет, наверное, 50. Вот, во всяком случае, мне это известно. То есть, с самого детства вот это явление имеет место быть. Конечно, никуда никто не обращался, ни к каким-то ученым, ни к каким-то исследователям, чтобы изучить этот феномен, почему такое происходит. Как-то у всех и так забот хватает, чтобы еще этой ерундой заниматься. Просто этот человек старается не включать электричество в квартире, ну, или там на работе тоже не подходить к выключателю лишний раз. И вот как-то так он с этим живет всю жизнь. Ну, естественно, к этому привыкли все окружающие, считают это, ну, не то чтобы нормальным, ну, как бы привычным и обыденным. Кто его близко знает. Причем, когда он включает другую какую-то технику, ну, там, компьютер, телефон или еще что-то, вроде бы ничего необычного не происходит. А вот лампочки перегорают, ну, с поразительно стабильной регулярностью. Так что вот такая вот ситуация. Причем лампочки, как лампочки накаливания, которые были раньше много лет, других и не знали, так и сейчас появились лампочки, ну, светодиодные. Тоже они каким-то образом очень часто начинают перегорать. Вот такие бывают загадочные вещи. Они вроде бы и простые, но что делать? Объяснения у меня вот никакого нет. Это совершенно достоверно. Это я абсолютно точно знаю. Из первых рук можно сказать, что... Ну, вот такие вот вещи бывают. Я думаю, многие сталкивались с подобными явлениями. Не обязательно там это... Лампочки перегорают или еще что-то, но многие люди обладают, назовем это, паранормальными способностями. И поскольку этот вопрос особо никак не изучается, стараются просто люди это не афишировать и как-то с этим живут. Но, тем не менее, такие вещи бывают. Кто с этим сталкивался, интересно было бы послушать и ваши истории. Конечно, на условиях полной анонимности. Думаю, многим будет интересно. Вот такие в жизни бывают случаи. То есть жизнь, она не так проста, как кажется на первый взгляд. Ну и в конце пожелаю всем, как всегда, крепкого здоровья. Всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова